МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Температура минус 40. Чтобы спастись от русских холодов, турецкому велосипедисту приходится крутить педали в два раза быстрее, чем на родине. За пять месяцев путешествия он побывал в Грузии, Румынии, доехал до Украины и, наконец, оказался в России. Я очень слаб, потерял два килограмма, несмотря на то, что ем очень много. Генча всегда тянула в дальние страны. Получив образование журналиста, он решил объединить две детские мечты – путешествовать и рассказывать миру о своих приключениях. С помощью родителей Гюркан открыл небольшой ресторан. Правда, в бизнесе он долго не задержался. У меня был ресторан, я продал его и отправился в путь. Друзья и родные уговаривали турка одуматься, но карте ресторанного меню Гюркан все равно предпочел карту мира. Когда ты делишься своими мечтами с людьми, они говорят – это невозможно, тебе это не нужно, остановись. Гюркан не просто колесит по миру, но и ведет видеодневник. Каждый день путешественник проезжает около ста километров. Он ночует, где придется – в палатке. Лютый мороз не заставил путешественника свернуть с пути. Ближайшие семь лет он планирует объехать весь белый свет, познакомиться с культурой разных народов и отведать национальные кухни. Это щи? Вау! Подкрепившись русскими щами, турок отправился на прогулку по северной столице. В самом центре Петербурга он неожиданно повстречал своих соотечественников. Это тебе. Что это? Держи, держи. Ну, спасибо. Спасибо большое. Хочу туда. Та-дам! Патрешка! Патрешка! Е-е-е! Каждый день Гюркана расписан по минутам. Сегодня, например, по плану – встреча с членами местного велоклуба. Для них он настоящий герой. У многих, между прочим, мечта так и остается мечтой. А Гюркана – он молодец, он дошел в себе силу. Гюркана ничем не напугаешь. Ведь он в одиночку пересек пустыню Гоби. «Я первый турецкий велосипедист, который пересек пустыню Гоби на велосипеде!» Тогда ему сутки пришлось провести без еды и воды. Закончились запасы продовольствия. В пути Генч встретил еще немало испытаний. Хотя после российских сугробов и холода любая другая поездка покажется сущим пустяком. Редактор субтитров А.Семкин